всем здравствуйте и я всех приветствую на своем канале юлия иванова сегодня мы займемся каланхое вот сейчас как раз такой вариант что он запущенном состоянии не специально так получилось но работа есть работа вот смотрите он весь у меня весь уже вот видите жара на улице у меня восточное окно вот так вот оголяются стволы цвет уже давно давно все отсвело практически 2 отрезала я уже остальное мы сейчас делаем с вами для этого нам понадобится смотрите взяла горшок вот он побольше диаметром будет по высоте он примерно такой же побольше диаметром с дренажным отверстием он он она его видно и поддон горшок совершенно недорогой он даже вот такой вот весь мягкий ему без разницы это живое дерево конечно можно и дорогой керамический но что есть то есть ножницы взяла взяла потом полить вот такой вот я уже в своих видео рассказывала гуми обыкновенный он идет пластиной прям жесткой пластиной там по всем параметрам как написано развожу в бутылку прям высчитываю маленький кусочек прям кого вот такой вот примерно квадратик отрезаете и вот на такую бутылку сколько пятно пятно 5 разводится он маленько постоит и разойдется потом мы им польем купила еще что купила перед вот такой двухлитровый у нас в новоксе 50 рублей купила цветочный грунт торфогрунт тоже 50 рублей 5 литров и была у меня чуть раньше куплена вот такая смесь написано тоже торфогумусная смесь но на 5 литров также там 5 литров тут 5 литров но в килограммах вот это очень тяжелая а а это легкая то есть здесь торфа гораздо больше что мне и нужно было потому что у меня земля уже старая вот это я уже кому интересно перейдите по каналу плейлисты у меня есть цветы отдельно все про цветы там про все посадки все я рассказываю и в том числе можете посмотреть как мы прошлый год именно вот этот куст пересаживали позапрошлый год с чего все началось какой он был маленький какая-то водка и как он развивался вот эту тяжелую смесь я наверно не буду использовать уберу ее сразу чтоб она мне не мешалась а это будем на низ будет керамзит потому что там большое отверстие вот видите на мизинец туда проходит чуть-чуть будет сильно вытекать вода ну и дренаж не помешает а в принципе ему можно и без дренажа потому что такой цветок совершенно неприхотливый будем все обрезать поэтому я взяла у меня вот такая смесь есть тут уголь и корневин я прям смешала на глаз пачка корневина маленькая самая и туда в таблетках уголь был я размельчила таблетки 3 наверное можно обычный простой уголь любой размельчить и будет тоже самое итак приступим это я уберу тут у меня уже сейчас покажу вот сколько всего отберу с него очень много сейчас мы его по-быстрому отберем и будем вытаскивать он у меня палитый два дня назад так что он сейчас выскочит из горшка прям быстро быстро на улице жара стоит все высыхает моментально с работой да не успеваешь цветов много приходишь охота отдохнуть конечно ну вот сейчас время выдалось они нижние прям облетают вот сейчас и хорошо не придется насильно обрезать естественным путем все отвалится то что не нужно убираю вот смотрите видите сколько всего понадобитала я в принципе и хотела сделать такое видео что как выглядит цветок когда не сильно за ним смотрят то есть вообще не смотрят только полил и все сейчас обрезаем смотрите верхние цветонос вот эти листочки маленькие-маленькие до первых настоящих хороших листочков обрезаем а там дальше уже будем смотреть вот я обрезала и тут тут эта ножка по длине получилось в принципе можно и оставлять так кому жалко резать но я так оставлять не буду вот он получился вот такой там еще он листочки смотрю он прям сухой сухой у меня сегодня вытряхиваем так в сторону все еще листочек попутно отвалился у меня прям старая старая поэтому я купила новый в прежних видео я уже говорила что землю я покупаю редко у меня остается от посадок и тому подобное я смешиваю просто старую новую старую землю короче вот так получилось вот четыре тут все корни все хорошо у него вот такие насыпала земля сухая пылит так и четвертый вот даже корни подсохли уже все смотрите кто слишком слабонервный может не смотреть что будет дальше делаем так обрезаем прям вот так прям берем обрезаем потому что смотрите если я оставлю всю длину вот даже до самого дна вот он впритык но мне же надо повыше чтоб там дренаж был земля я же не упрусь прям в дно отрезаем и этот вот так прям отрезаем корни убираем все казалось бы плачевная ситуация да я уже делаю это не первый раз и не только с этими цветами кому опять же говорю интересно смотрите у меня допустим есть видео там я садила бересклет вот таким же образом бегония у меня вот на окошке наверное ее не видно стоит тоже я ее садила прям без корня но там у меня как-то и называется садим видео без корня вот самую большую керамзитинку надо мне на эту серединку поставить чтобы грунт у меня туда не выходил чтобы прям прикрыть эту дырочку там отверстия все равно по краям останутся а так вот он уже видите выпадывает мелкий насыпали керамзита так часть вот этой земли мне надо убрать так убрала я все ненужное вот здесь что у нас были обрезки здесь смешаем то что нам нужно в данный момент я беру старой земли немного этот горшок еще и побольше вот так беру старой беру отсюда цветочный этот грунт смотрите какой пышный мягкий то что надо и сюда же перлит перлит еще размягчить разрыхлит землю сейчас нам все полетит будет не очень красиво на видео смотреть наверно еще маловато будет если керамзит вот этот снизу который был попадет ничего страшного керамзит тоже он как разрыхлитель будет действовать все все насыпаю сюда на дно прям смотрите какой мягкая мягкая земля получилась хорошая так там видно хорошо вот этот мы наверно по центру прям сделаем вот так вот так чтобы красиво смотрелся у нас в общей композиции было красиво так и потихоньку будем подсыпать землю все это делается элементарно такой цветок вообще не знаю можно хоть кверх ногами садить наверное еще земли мало будет вот я смотрю вот здесь очень низко вот эти ветки а давайте вот так сделаем уж кромсать да кромсать а их вот сюда а вот эту сюда будет так там у меня мало добавляем вот так все равно там перемешается все ну да горшок намного больше нужно было это все прямо туда всыпать и перемешать и добавлю этого еще так маленькие вот эти веточки в конце надо было прям втыкать основные вот эти поставила маленькие после ой многие наверно смотрят и скажут варварский способ посадки ну знаете вот я сколько себя помню я столько копаюсь цветами в самом раннем детстве даже приезжала к бабушке мне там отдельные грядки делали если они огород садят что-то там я приезжаю у меня уже все они грядки когда делают вот они для меня специально маленькие грядки делали так что это я не знаю какие то инстинкты наверно природные ну кто цветами не занимается сказать ну да легкая рука и тому подобное ну не в том дело даже просто основные правила если соблюдать то даже казалось бы вот такой варварский способ кто разбирается он ему таким не кажется ну вот примерно так мы поставим немножко как это все чтобы вертикально все было осталось теперь нам полить и все все готова у нас посадка вот такой кустик получился и да совсем я забыла про этот корневин но я просто знаю что он и так приживется вот кто забыл можно просто развести с водой и полить ну давайте я не буду этого делать раз забыла значит это так и надо без корневина без корней посмотрим что с ним будет я бы еще срезала вот эту макушку пишите в комментариях как бы вы сделали можно вот оставить так а можно еще срезать макушечки поприщипывать но я уберу только вот эту вот самую высокую вот так я раз и прищипну вот настолько и прям возьму и воткну вот здесь вот она совсем без корней прям без ствола без корней без всего вот эти два листика уберу вот так и самую вот эту макушечку вот даже она может спокойно прижиться и вот такой куст будет здоровый у меня кстати вот из такой вот маленькой отводки выросло вот это все просто беру ее вот здесь стыкаю все вот она вот она маленькая прям пускай здесь растет все посадка готова пускай кому понравилось оставайтесь со мной можете просто посмотреть видео как я занимаюсь цветами можете подписаться если поставите лайки я буду вообще счастлива шутка конечно все готово потом сделаю видео как он прижился как он дальше начал расти все всем до свидания и до скорых встреч надолго прощаться не будем